МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала СБС продолжает передачу экономика дня. Веду ее я, Хайл Мамедова. Программа записывается на территории отеля Хилтон-Баку. Пандемия коронавируса внесла коррективы практически во все сферы экономики. Но вместе с тем, по мнению экспертов, ограничительные меры достаточно позитивно сказались на таких секторах, как транспорт и логистика, представив им время для усовершенствования инфраструктуры. Так ли это на самом деле? И как и насколько готовы отечественные логистические компании к изменяющим сериалям, мы узнаем у нашего гостя. Это Ильшат Намазов. Он начальник отдела маркетинга логистического центра «Апширон». Здравствуйте, господин Намазов, еще раз. Большое спасибо за то, что уделили нам время. Что изменилось из-за пандемии в работе, в деятельности логистического центра «Апширон»? Пандемия, к сожалению, не обошла и нашу с вами республику. И благодаря... И она тоже оказала определенные отрицательные действия на отдельные сферы производства и других сфер. И у нас тоже, естественно, были ограничены действия определенных сфер. И остались только самые жизненно важные, скажем, на данном этапе сферы. И благодаря, естественно, государство приняло неотложные меры, которыми ограничило и локализировало распространение данного вируса на территории нашей республики. Естественно, из этих мероприятий можно отметить первое направление – это обеспечение безопасности граждан нашей республики, что и было самым важным и первым. Дополнительная вторая уже ступень этих действий – это было обеспечение функционирования как малого и среднего бизнеса. Ну, как мы знаем, что и малый, и средний бизнес не может функционировать и без обеспечения определенных средств. И данные средства, естественно, предоставляет транспорт и логистика. На данном этапе вступают в действие, естественно, обязанности логистических центров. И, естественно, логистический центр «Апширон» тоже неожиданно столкнулся с ситуацией, которая возникла у нас в стране. И, естественно, со стороны руководства нашего центра были приняты оперативные меры и был разработан конкретный план действий, по которым в данной ситуации наш логистический центр продолжил свою работу. В некоторых сферах было, скажем так, мы наблюдали уменьшение работы, объема работы и так далее. Что нельзя сказать в нашей сфере? То есть, как и господин президент отметил в своем выступлении, нужно беспрерывно обеспечивать грузопоток в нашей стране, как внутри нашей страны, так и прием и отправку международных грузов. Естественно, логистический центр «Апширон» тоже направил свои действия в двух основных направлениях. Это обеспечение безопасности сотрудников, клиентов и посетителей нашего центра. А вторая часть – это правильная организация и обеспечение беспрерывного грузопотока в нашу страну. Да, мы не отметили в самом начале, что все же логистический центр «Апширон» находится на пересечении древнего шелкового пути, на пересечении международных транспортных коридоров. И в какой-то степени связующее звено, как раз и рядом с Международным морским торговым портом «Аляд» находится. Но вначале, смотрите, наши программы, наши беседы, я упомянула тот момент, что многие эксперты, аналитики считают, что этот период карантина, этот период распространения коронавирусной инфекции, он помог логистическим компаниям в какой-то степени действительно усовершенствовать свою инфраструктуру, найти какие-то пробелы, сделать так, чтобы отвечать сегодняшним реалиям, быть готовым к таким ситуациям, которые, конечно, не дай бог, повторятся в будущем. Насколько вы согласны с таким утверждением, что такой период, он достаточно успешный для логистических? Ну, естественно, никто из нас не хотел, чтобы данная ситуация как бы образовалась, но вы совершенно правильно отметили, и с точки зрения маркетинговых исследований выявляется то, что те компании, которые именно держатся в период определенного кризисного периода, они вынуждены для себя находят определенные пути для развития своего бизнеса. И логистический центр «Апширон» тоже, как бы, своей, скажем, функциональности, тоже воспользовался, скажем так, вот этой ситуацией, и мы как бы вынуждены должны были искать пути и методы как бы продолжения и грамотного продолжения функциональности наших работы. В связи с этим я могу отметить один факт. Вы знаете, что логистический центр «Апширон» является крупным железнодорожным терминалом, который принимает международные грузы по железной дороге. И вот одним из этих факторов могу отметить, что вы знаете, что имеются различные виды транспорта, которые используются в логистике. Это воздушный транспорт, это водный транспорт, это автомобильный транспорт и железная дорога. Вот нынешние реалии выявили, что наиболее безопасным и наиболее, скажем так, востребуемым в данный период является именно железнодорожный транспорт. Потому что в железнодорожном транспорте используется минимальное количество людей для перевозки огромного количества грузов. И вот примером могу привести новшества, которые встретил наш логистический центр в данный период. Из Турции требовалось передвижение грузов в стран Средней Азии. И это были грузы, как бы помещенные в автотранспортные средства. Но в связи с пандемией на границах и на портах возникали определенные скопления этих транспортных средств, которые замедляли процесс. И выходом из данной ситуации было использование мультимодальной грузоперевозки, то есть перевод из одного транспортного средства грузов в другие транспортные средства и направление по назначениям. Могу отметить, что Абширонский логистический центр стал участником одной из таких операций, в которой мы принимали автотранспортные средства, которые проходили через Красный мост, и подъезжали к нашему логистическому центру. Перед въездом полностью дезинфицировались транспортные средства, допускались на территорию нашего центра. После прохождения определенных оформительных таможенных работ, данные грузы пересаживались на контейнеры и вагоны и направлялись в страны Средней Азии. Могу отметить, что за прошлый месяц с нашей стороны, то есть со стороны логистического центра Абширон, было принято 84 автотранспортных средств, которые были пересажены на, скажем, железную дорогу и отправлены в пункты назначения. Насколько изменился грузопоток? Насколько вы, скажем так, недосчитались, соответственно, каких-то доходов? Сколько было потерь? И за счет чего вы планируете это компенсировать? Ну, как я уже отметил, что, возможно, в различных сферах вот эта пандемия отразилась, скажем, отходами на минус, но мы просмотрели период за прошлый год, который у нас был грузопоток. Я бы даже сказал, что у нас были подъемы в определенных, потому что, я как отметил, были неожиданные потребности как в импорте, как в экспорте, так и в различных других транспортных операциях. И поэтому у нас не наблюдается спад, финансовый спад в прибыли. И, наоборот, я даже сказал, хотел бы отметить, что именно последние вот эти 2-3 месяца логистический центр «Апширон» работает в усиленном режиме. Вы поправьте меня, если я ошибаюсь. 11 миллионов тонн грузов, да? Да, суточная... 30 тысяч. Да, суточная пропускная способность нашего центра – это 30 тысяч тонн грузов в сутки. Ну, в год это делает где-то 11 миллионов тонн. То есть вот эта цифра, она не будет меньше? Нет, то есть это именно наши способности. То есть мы можем... Я могу вам такую статистику привести. То есть по прошлогодней статистике где-то импорт в нашу республику составлял где-то 11 миллионов. Из этих 11 миллионов 5 миллионов составляет только по железной дороге. То есть из этих 5 миллионов, как бы в прошлом году, 2 миллиона приходится на долю логистического центра «Апширон». Смотрите, господин Намазев, еще что происходило и происходит в это время с логистическими транспортными компаниями. Да, у нас географическое расположение замечательное. Отмечал господин президент в ходе заседания Тюркского совета, что Азербайджан продолжает оставаться, скажем так, транспортно-логистическим, транзитным таким центром Евразии. И, соответственно, грузопоток только увеличивается. Но вместе с тем другие логистические транспортные компании, говоря о том, что им приходится выбирать альтернативные маршруты из-за закрытия границ, из-за того, что многие, скажем так, части вот этих маршрутов, они не функционируют. Соответственно, увеличивается не только время доставки, но и увеличивается и стоимость доставки. Насколько сильно или же пришлось ли вам пересмотреть тарифы на грузоперевозки в связи с пандемией? Если пришлось, то на сколько? Скажем так, да, ну, как я уже отмечал, имеется несколько вариантов, то есть несколько средств передвижения грузов. И хочу отметить, что железнодорожный транспорт среди них, можно сказать, что является наиболее дешевым. То есть, если, да, наиболее оптимальным и наиболее приемлемым для клиента, потому что клиента интересует в основном конечная цена продукта, которую он, естественно, вывезет на рынок. И, скажем так, перевод с автотранспорта на железную дорогу, как я уже отметил, это может только снизить их затраты, потому что, представьте, огромное количество груза перемещается по железной дороге, и как бы тут мы выигрываем и во времени, так как автотранспорт уже не может с таким удобствами проходить, там, пропускные пункты на границах и так далее, проверка водителей, это все занимает время, а время, как говорится, это тоже деньги. И вот поэтому переход на железнодорожный транспорт обеспечивает снижение как бы себестоимости перевозок для конечного потребителя. Господин Намазов, в этих условиях также рассматривается то, что многие логистические центры, они переориентируются и, скажем так, превращаются в центры перевозки гуманитарной помощи. Так как уже есть, да, и экспертные оценки, есть и анализы, прогнозы международных организаций, сколько стран очень сильно пострадали, каким странам необходима помощь. Сейчас как раз каждая из стран выделяет, сколько может средства для того, чтобы помочь этим странам, которые наиболее сильно пострадали. В этой связи возникает как бы также вопрос этой цепочки транспортировки грузов. Не рассматривал ли логистический центр Абшерон в этой ситуации превращение, как бы да сейчас в этот период, скажем так, и в постпандемию, да, до конца года, в такой центр, скажем так, перевозки гуманитарной помощи? Грузопоток не снижался, но изменялся только состав данного груза. И, естественно, среди этих грузов у нас были и медицинские оборудования, и там медицинские средства безопасности там различные. И, естественно, были дезинфицирующие средства. Конечно, перевоз вот данных товаров осуществлялся. И вот по данному маршруту тоже можно, который я отметил, из Турции, страны Средней Азии, естественно, среди этих товаров мы тоже наблюдали различные химические дезинфицирующие средства, средства первой необходимости. И поэтому автоматически потребность, когда появляется в данных товарах, естественно, мы перевозим все виды товаров, ну, естественно, кроме жидких, то есть это нефть и бензин, то есть у нас сфера не эта. И поэтому остальные виды груза, конечно, мы можем перевозить, и медицинские в том числе. А по поводу продовольствия? Да, да, конечно. Продовольственные товары тоже являются основным объемом нашего груза. Это продукты питания, это продовольственные товары различного типа, это овощи, естественно, да, то есть вот картофель большими объемами поступает в наш логистический центр. То есть я хочу отметить, что модель нашего центра, она очень уникальна. Уникальна тем, что на территории нашего центра функционирует сразу несколько, скажем, органов. Это таможенные органы, это налоговые органы, это агентства продовольственной безопасности, которые на месте же анализируют вот продовольственный товар, который поступает. И, естественно, это что? Опять же, наши клиенты выигрывают во времени, и, естественно, им не приходится бегать там куда-то еще для оформления, таможенных оформлений, для проверки, для получения каких-то сертификатов и так далее. С помощью единого окна. Но я правильно понимаю, да, что обращений от представителей малого и среднего бизнеса достаточно, ну, как бы снизилось, скажем, за этот период, да? Больше обращений в ваш логистический центр сейчас идет от крупных компаний или же от стран? Ну, естественно, если учитывать карантинную ситуацию, которая у нас существует в нашей республике, опять говорю, сферы, в которых там функционировал малый и средний бизнес, которые, скажем так, да, занимались сферой, которая наименее сейчас актуальна, естественно, с данных, скажем так, отраслей, скажем так, запросы, не сказать, чтобы там резко снизились, но как бы они немножко вот в ожидаемой... Менее активные. Да, менее активные, ожидаемые, но, опять говорю, взамен этим запросам возникает вот именно продовольственная сфера, медицинская сфера, естественно, эти части у нас становятся наиболее актуальны, а также товары повседневного потребления, там, дезинфицирующие средства. И вот эти товары беспрерывно, даже, я бы сказал, в увеличенном объеме потребность на перевозку данных товаров все время увеличивается на данном этапе пандемии. Господин Намазов, и в завершение вопрос. Вот вы сказали, что, да, никто не был готов, и, соответственно, меры принимались быстро, стремительно, чтобы подстроиться под реалии и выйти из них как бы с наименьшими потерями. Если говорить о постпандемическом периоде, да, постпандемии, учитывая, что Азербайджан уже неоднократно этапно снижал ограничительные меры, и сегодня, 18 мая, это третий этап, скажем так, смягчения карантина, режима. То есть, какой у вас, коротко, если так пройтись, какой комплекс мер предусмотрен для постпандемии? Естественно, у нас тоже были определенные, скажем так, международные планы, которые, к сожалению, на данном этапе мы не смогли осуществить. Можно отнести также и выставки, которые мы планировали посетить на данных этапах. И хочу отметить, мы хотим после пандемии развить более международные наши отношения. Хочу отметить, что в конце прошлого года мы в логистическом центре Абширон встретили министра инфраструктуры Украины Владислава Крикли. Он посетил наш логистический центр, и была двусторонняя встреча с ним. И мы обсудили логистическо-транспортные отношения между Украиной и Азербайджаном. Мы ознакомили его с возможностями нашего центра. И, естественно, на дальнейших этапах планировалось взаимодействие с логистическими центрами и компаниями Украины. И в связи с этим на данном этапе мы ведем переговоры с логистическим альянсом Украины. И вот планировались командировки, поездки и встречи на месте. Но, к сожалению, на данном этапе это уже стало невозможным. И в постпандемический период мы планируем осуществить вот эти встречи. И подписание определенных договоров, определенных соглашений планируется на данном этапе. Реализация деятельности. Спасибо вам большое, господин Намазов, за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Обязательно еще с вами встретимся и поговорим. Удачи вам и бизнесу, в котором вы сейчас, скажем так, служите, работаете. Спасибо. Я напомню нашим телезрителям, что в эфире телеканал о Сибисиане смотрели передачу «Экономика дня». Вела ее я, Хайл Мамедва. Программа записывается на территории отеля «Хилтон-Баку». В этом выпуске мы говорили о том, как отечественные логистические компании готовы встретить и, скажем так, готовы работать в этих сложившихся реалиях, так как пандемия коронавируса внесла коррективы и в их деятельность. Нашим гостем специальным выступил Эльшат Намазов. Это начальник отдела маркетинга логистического центра «Абшерон». Логистический центр «Абшерон» расположен на Древнем Шелковом пути, на пересечении международных транспортных коридоров и рядом с международным бакинским торговым портом «Алят». Увидимся с вами в наших следующих выпусках. Прошу у вас, наши дорогие телезрители, не забывать о мерах предосторожности. Соблюдайте дистанцию, будьте ответственными, ведь от этого зависит жизнь и здоровье ваше и ваших близких. Удачи вам, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин